Добрый вечер! Всем добрый вечер, девчонки, мальчишки! Вот она, центральная улица. Без машин, без моторов, без смога, который идёт на Praто-де-Лавале. На Praто-де-Лавале. Прохладненько, я надела курточку. И иду гулять. Завтра решили. Я так пожалела, что сегодня был такой солнечный день, когда сидела, грелась на Пиацикавур. Солнце пекло, хоть и 10 градусов. Ночью было 3 градуса под утро. И такая... согрелась и такая, думаю, надо было поехать в термин. Но у меня были кое-какие дела. В общем, поеду завтра с Мелиссой. Мелисса даже не пойдёт в садик завтра. И это... А вы смотрите пока архитектуру центра исторического. Падова. Падуя, студенческий город. И... Из-за этих студентов такие цены на апартаменты поднялись. Вообще нечто. И на аренду. И, короче, поедем завтра. Отвезёт нас моя невестка. И поедем завтра мы в термальные воды. Мелисса, видимо, соскучилась по термальным водам. Уже месяц прошёл, как она не ходила. Всё-таки тоже красиво вечером. Видите? Всякие картинки тут. Вот этот вот красивый дом. Красивый дом. С Тарасой. Как у... Синим небом. Как у этой... Как же её зовут? Монтеки Капулетти. Роман. Веронези. Ой, смотрите, какие тоже. Давно не было на этой улице. Ромео и Джульетта. Как Тараса Ромео и Джульетта. О, боже мой. О-о-о-о. Детишка. Что это для мальчика? О, всё белых цветов, как я люблю молочных. Как-нибудь зайдусь. Сейчас времени нету. Так, здесь... Ага, это же вот это лешик, где продают. Которые эти... Всё, которое использовано. Но они только сумки продают. Видите? Только сумки продают. А мне бы надо очень много босоножек и туфлей на каблуках продать. Почти новых. Я их почти не носила. И совсем не ношу больше. Не то, что почти. Видите, какие. Кухни. Вот мне вот этот такой зелёный, тёмный не нравится. Я не люблю тёмно-зелёный. Ах, луна светит. Луна светит. Эту церковь слева я показывала. Побежала я дальше. Слева кебаб, инотека. Энотека. Может, пойдём сюда, потому что там радио звучит с музыкой. И сейчас мы выйдем на знаменитый прато Делова-Лепадова. Который я много-много раз показывала. Боже, миллион раз проходила и даже не видела, не замечала эти колонны. Что за колонны. А вот это вот считается мороженое. Самое лучшее. Раньше всё время здесь очереди были. Но от того, что сегодня холодно, никого нет. Никого нет. Так, посмотрим, как светится прато Деловали. Сейчас посмотрим. Всё-таки красивые прато Деловали. Это что у нас? Очки. Это у нас очки. Нам это неинтересно. Ой, я перешла. Ну, просто хотела вам показать прато Деловали. Из-за этого перешла мою дорогу. Мне надо сейчас вернуться. Луна, луна. Цветы, цветы. Сан-Джустина церковь. Сан-Джустина церковь. Сан-Джустина церковь. Трамваи, мотоциклы. Так много-много всяких там шумных звуков. Второй трамвай. А мне надо было туда идти. Что-то я это. Совсем. Я сама почти год не была на этом прато Деловали, по-моему. Так. Ну, всё. Ещё сейчас покажу вам Сант-Антони. Для тех, которые не смотрели. Сант-Антони, который делает чудеса. Якобы. Я, конечно, не верю. Это чисто, наверное, психологически. Когда человек верит в чудеса, у него и случаются эти чудеса. Потому что заставляет мозгу верить в это чудо. И это чудо случается. Это чисто такой психологический трюк. О, этот бокс закрылся, по-моему, да? Ой, как жаль. Мне нравились их гамбургеры из свежего мяса. Что-то вот падава какая-то стала. О, боже. Некоторые так разговаривают громко по телефону. Падава какая-то стала пустая. Это, наверное, после Ференции, где очень много туристов и много очень народу. Падава, мне кажется, пустой такой. Да? Чисто психологически. Или он, на самом деле, она падава пустая. Так, а теперь из-за угла видим наш знаменитый Сан-Антонио. Ой, автобус. Автобус. Так, посмотрим ещё раз. О, вот он, Сан-Антонио. Надеюсь, меня не собьёт здесь машина. О, ёлки-палки, сколько шума. Я в шоке. Как я не люблю эти шумы. Мне, наверное, уже монастырь пора отправляться. В тишину. Или в рай, на покой. О, сколько машин, сколько грохо. Грохо-то. Я в шоке просто. Так, я должна пойти в сторону моста Корва. Вот он, Сан-Антонио ночью. Что-то я никогда, по-моему, его ночью не снимала. Так интересно. Днём только снимала, да? Вот такие вот подаванские улицы. Ай-яй-яй. Чё-то в пуховике жарко, девчонки. Полупальто шерстяном было холодно. Вечером. Буду вот как монашка в монастыре жить. Детей русскому языку и литературе учить. У них же есть всякие такие школы, где одни монахи работают. Ай-яй-яй. Так, у меня в шесть 30 аппунтамента. Семья по дороге. Помните такая кондитерская, знаменитая, которая чемпион Европы или мира по пирожным? Безетти называется, по-моему, да? Вот я его-то как раз и попробую. Стоит, конечно, дорого, по 8 евро. Но что не сделаешь ради своего любимого желудочка и ради своей эстетики для глаз. Понаслаждаться красивыми пирожными. Вот вам Сант-Антони. Вот всякая билиберда, которую продают туристам. Все такое китайское. Все такое экологически нечистое. Люди покупают по 10 евро довольные. Ай-яй-яй. Вот вам и отель какой-то. Все, девчонки, салютую всех. Всех салютую. Сант-Антони я уже много раз показывала. И изнутри, и снаружи, и везде. Так как я спешу, у меня в руках этот телефон скачет. Надеюсь, что получился. Вот он, памятник Сант-Антони. Стоит он там. 800 лет вроде церкви. Всем здоровья и добра. Всем пока-пока-пока. Привет от Жасминки. Всем пока.